Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что его страна остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Об этом Лукашенко заявил в эфире государственного телеканала. «Единственный союзник, который остался у России – Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего – политически, потому что потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России». Лукашенко также дал оценку отношениям Беларуси с Евросоюзом. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. «Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку. Появился повод, в том числе война в Украине, нормандский формат, в Минске. Повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них. Извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать. Они это приняли». Лукашенко добавил, что Беларусь зажата между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами. С одной стороны – Россия, с другой – Евросоюз. И котёл, который нас постоянно подогревает с юга – Украина, воюющая Украина. Также президент Беларуси считает, что российское руководство понимает причины ситуации, которая сложилась в связи с делом Белгазпромбанка и арестом его бывшего главы Виктора Бабарико. Соответствующее мнение Лукашенко высказал во время встречи с представителями властей Минской области. «Последние мои наблюдения 24 июня. Я заметил, что власти России это увидели и поняли. Когда мы этот «газпромовский банк» прихлопнули, они всё поняли», – заявил Лукашенко. «Все страдают». «Ах, Лукашенко посадил Бабарико», – добавил президент. «При этом он указал на то, что белорусские власти действуют по закону». «А как иначе? 640 миллионов через Белгазпромбанк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. Когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкачанных, это же на нас заработанные деньги, то какие мои должны быть действия», – заметил Лукашенко. Он сообщил, что когда правоохранительные органы осуществили выемку в банке, во всех основных ячейках лежали флешки, жёсткие диски и горы документов. «Я понял, что там огромный пласт информации», – отметил Лукашенко. По его словам, только спустя 2,5 года в декабре 2019 года по запросу белорусской стороны была предоставлена информация о том, чем занимался Белгазпромбанк. «Если бы американцы не надавили на Латвийский банк в прошлом году, вряд ли бы мы имели эту информацию», – сказал президент. Продолжение следует...